Латинская Америка. Дивная земля с богатой культурой её народов и их тайны. После поездки в Россию мы с Ларри Крофт и её напарником Иона и продолжаем поиски могущественнейших артефактов древнего мира. Покойный лорд Крофт оставил своей дочери подсказки и путь наш лежит уже в Мексику, на полоостров Юкатан. В колыбели майамской культуры, пытаясь остановить троицу, Леди Крофт словно Пандорс провоцировал начало Армагеддона, стирающего всё на своём пути. Теперь нам необходимо пройти через всю Латинскую Америку и опередить всех врагов, найти затерянный город, пойти, заполучив там заветный лорец Кульгулькана и подотвратить грёбаный конец света. Присоединяйтесь к нам! Вперёд, навстречу приключениям! Всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated, на связи Вескир и она наконец-то не лагает. Я решил разбить им эпизоды, и как я это сделал, я пытался три раза записать, но она тут и там начинала лагать. Давайте, открывайтесь. И бежим, бежим. А, вот так зажать, только так она начнет. Всё, понял, зажимай. Давай-давай-давай-давай-давай-давай! Почему ты не ускоряешься? Ещё говорит, прыжки не влияют на ускорение, прыжки не влияют на ускорение. Ага, не влияют на ускорение. Прокомментируешь это как-нибудь, Драгуша? Нет? С чем там с мазды пики, что аж ее тело ушло в воду. Тут сейчас было интересно. К нему что прошел? Здравствуйте. Что же управляет передней частью статуи? Сейчас узнаем. Откроем и узнаем. Этот рычаг связан с передвижением частей статуи. Так. Вот так вот. Ну почему ты опять залагала? Ну и наплевать, буду с лаками, значит, играть. Да, буду играть тебе с лаками. Будет всем больно, но мне больнее. Я ее перезапускал. Она лагает потому, что она хочет лагать. Ко мне претензий ноль. Она просто решила поглючить. Я тебя запишу до опурови. Хочешь ты того этого или нет, зараза? Я слишком долго возился с этой головоломкой дополнительно еще. Вот так немножко. Посмотрю, может получится что-то. Немножко поукрасить, пооптимизировать. Тут нормально. Тоже нормально. Кто мне еще жрет? Системка что-то жрет. А с хрена ли ты ждешь? Вот возьми один. И нормально будет. Вот. Другой вопрос. Извините, что был лак. Но по-другому. Тоже управляет передней частью статуи. Гениальный вопрос. О! Какой косяк. Не надо прыгать. Так, стоп. Минутку. Да вы издеваетесь. Ладно, пройду тебя с лагами, значит. Начинает она лагать. Это плохо. Начало здесь. Эм. А! Стоп, мелочко. Тут как по-другому что же считается? спасибо миниатюрный вариант статуи видимо как образец а вот это тем не миниатюрный вариант красивый ладно давайте было близко он как резко поднялось ну вот это кстати реально напоминает андроволт не хватает на что только на фоне где-нибудь летающий а Надо ларит свернуть. Так, давайте посмотрим. Ларит справа, нога внизу, нога внизу, нога внизу, рука вверху. Так. 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 Давай залезай-ка. миниатюрный вариант статуи видимо как образец а и тут тоже есть прекрасно с какой-нибудь переключать чтобы уже было что там что тут что же управляет передней частью управляет вот эта колесница а я не поднимаются прекрасно это может там пробегать с другой стороны можно здесь сразу и так и так удобно так давай и и и и и и и и так ладно это поставили этих пока сюда поставим что же управляет передней части стажа лария статуи нужно правильно пересобрать сейчас пересоберем эту сейчас обратил внимание что там уже финалочка учитывая что провожусь довольно долго вполне нормально ожидаемо так так и последние должны собраться уже сами кинжал в одной стороне рука в другой стороне так ладно с рукой я не ошибся надо их отодвигать чисто стороны тогда не поставлю станут куда надо плюс-минус мне понятно так ясно в общем нужно порядок собраться какой у меня там лицо треугольник в башке вот то есть получается я правильно собрал этого он в смысле успокаивает так теперь вот это все надо расставить по местам надо сейчас убрать все это дело в стороны повернуть правильное лицо потом подвинуть ручки куда надо давай назад ладно ладно уж вперед надо только головоломку настолько уйдет время красота не находите ли так так надо сторону брать ножки так 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 ножку сейчас надо убрать тоже в угол так знаете я смотрел один ролик сегодня по поводу монтажа как сделать интерес монтаж у тебя смотрели с одной стороны я согласен что нужно выражать много скучных моментов реально согласен но с другой стороны вот согласитесь с одним фактом что ни один такой быстрый монтаж не покажет полную соль игры я не хочу ускорять лару вообще не хочу но многие вот наверно думают может было бы смонтировать так чтобы это было быстро мне с другой стороны кажется что это хорошо показать процесс сам порядок вот и готово давай сначала по ту сторону давайте мне реально нравится головоломка вот чувствуете вот разработчики вот этого уровня они вдохновляют с андерволдом я вам определенным говорю визуальный цвет составляющие все это полный андерволд так так я немножко удивляюсь почему она до сих пор просто и перепрыгала не перелетел туда она же на это способна есть правая сторона собрана и сейчас левую соберем 17 минут не считая прошлый эпизод 18 ну ладно 20 свободности получается ушло ну хорошая головоломка мне нравится ну хорошая головоломка мне нравится вот получается готово теперь можно войти в дверь отлично а спасибо тут ничего не валяется только это магическое прикосновение используете меньше ресурсов для создания более сильных предметов при беге или во время боя то есть могу и бегать и создавать вот это фигня не было нужно самару ну не скажу что она была критичной но она реально нужно вот это точно андерволд а кстати я хотел я хотел зафоткать статы она закрылась ну и ладно вырежу фрагмент как какие то врата доспехи и ашиль видно они им стали не нужны но куда получилось все хорошо слушайте все за и ашиль не волнуйтесь они вернулись на небеса вернулись на небеса так это называется когда богини шкик создала серебряный ларец и ключ она заодно создала и ашиль чтобы те служили им стражами теперь их долг исполнен поэтому они смогли вернуться домой я ашиль служили с честью их награда воссоединение с матерью лара там есть арка из серебра да судя по фреске это проход на другой план бытия и теперь он закрыт навеки точно как в видении марианы все встало на свои места отлично я возвращаюсь а это нам подарок прощай оставили подарок эй ты забери подарок то тебе оставили лара вот и ты спасибо долг перед я ашиль выполнен что дальше секта разгромлена пойдите больше не нуждается в покровительнице военным советником эдс ли станет учу а я отправлюсь во внешний мир и буду служить этим землям как служили мои небесные сестры в течение столетий нам с тобой повезло я ашиль вернулись домой значит теперь все хорошо да все отлично если так посмотреть вот эти врата не знаете мне что напомнили как раз таки золотую трилогию лары где лара в конечном итоге попадает в ёрмангард если верить натли то все целевизации взаимосвязаны и перуанская не исключение тем более он в пилоту были когда только классические андер аниверсарь аниверсарь начиналась тоже как раз таки гробница тихока так что реально здесь есть какая то есть преемственность взаимосвязь я нет очень приятно было посмотреть на это вот они могли они реально могли бы сделать прекрасный аналог андерволда легенды аниверсарь либо даже классических частей лара что ранее всегда делали но нет они решили пойти в красивую картинку с плоской ларой да я проверяюсь плоской груди чего-то не хотите это я фанат плоской груди но я не фанат лариной плоской груди и вот здесь как раз таки они сделали непоправимое нельзя трогать то что является визитной карточкой ларит что очки и спортивная фигура со средним бюстом ну там реально пропорции были соблюдены очень пропорционально очень хорошо а тут большая задница маленькая грудь самое ужасное сочетание если уж маленькая грудь то маленькая задница тогда давайте делайте но честно говоря хотелось бы увидеть этот проход и ошире что он закрывается сам подошла и он закрывается а серебряный удар лунный луч получим новое снаряжение усилий бесшумной стрелы которые могут убивать все страж полуночи предсказатель получено новое снаряжение древние узоры у нас еще кстати одно очко есть давайте прокачиваемся посмотрим что аж 5 очков нам дали давайте вот это хотя вот знаете если выполнить испытание дополнительно дадут еще одну очку стая ревунов прицеливайтесь при полном тянуте тебе удерживаете рт приблизиться при помощи рс чтобы захватить до трех целей а при выстреле стрелы одновременно поразят всех врагов ну у меня два осталось игла донести что ли взять она мне не сдалась чем-то надо с вами заняться то я даже не знаю быстро как-то кончилось если бы я обратил внимание особо-то не возились бы костюм не терпеть мне не особо не нравится то если не потерпеть классическую лару так давайте посмотрим может кутка бомбер вот ангел тьмы может не подходить давайте с ангелом мы проходим немножко как меняется геймплей уже ощущаю это так ладно давайте мы с вами знать тогда что сделаем я этот эпизод разобью на части для себя то есть я сейчас перемещу из другое место и заодно посмотрю где находятся лишние плюшки бонусы лишние плюшки бонусы частности вот вот это здесь видите вот у нас два испытания не выполнена и еще в одном месте не выполнены испытания и сделаем их сначала потом я гляну доп прохождения там специальные есть внизу доп прохождения если получится но имеют вот эти вот как называют испытания испытания гробницы если что ими займемся ладно сейчас будет небольшой мол тоже и так буду пользоваться этим меня не осуждать потому что во первых надо искать начнем с кубок я ну куку кубок яку хоть здесь находимся так какие у нас испытания с вами уже пройдены начнем с кубок яку начнем с кубок яку будем собирать так испытания так испытания побочные задания прыжки прыжки в углу угли до целых полет так полет кондор это не здесь полет мертвых это есть прыжки в воду есть округление до целых сейчас посмотрим поднять влаги пленса округление до целых тоже есть на дне это кубок яку есть голоса мертвых деревня косумель есть сокровище глубина сеноты есть поколение есть миссия святого флаги есть это цветочки это там в глубине взъерошенные перья яблочко что-то такого я вообще не вижу а это особняк кровь ну и хорошо раз особняк кровь значит я все сделал там правильно потому что там было такое испытание все так значит здесь у нас с вами только на дне большой бабах и нам десу давайте сначала с большого бабаха начнем так на этот раз нужно взорвать бочки и заметные красные бочки искать их лучше вдалеке от людей все я понял о чем я понял о каких бочках идет речь я думал что здесь я эти бочки заприметил еще давным-давно но я полагал что они будут скорее связанные с каким-нибудь знаю нападением то есть на нас нападут и все такое но нет счастья такого не случилось привет есть что-нибудь почитать кстати вот она здесь реально хорошо смотрится вот сдайте им такую же графику полигональную чтобы они визуально также смотрелись и шикарно будет на том острове свобода так подожди тут где-то должен быть проход а выше вот такая кстати вара мне больше нравится может быть что даргнесс там следующий проходить у меня есть другая у меня классические ребеки ребеки классической трех частей есть сейчас уже мы будем их с вами брать конечно потому что они вышли недавно я сейчас хочу вот эти бочки сейчас пособирать понимаете ну вот эти испытания посмотреть потому что он как-то забыл ну не забавно но немножко обидно что ли так первое готово привет ты теперь здесь находишься смотри что у меня есть на продажу давай кроме барабана римака ну ладно сигнали патроны давай спасибо забирай отлично забирай отлично забирай забирай отлично это я все могу и продать а мне незачем а мне незачем я уже пошел держи заслужила забирай приходи если ну чем я могу тебе помочь добрый день что ты ищешь я удивлен что вообще здесь ммм отлично забирай ммм отлично этого мало да ладно ладно сейчас что вам продать бы шкуру устроить забирай не пойдет за что не пойдет ладно у справедлива ммм отлично так забирай вот реально опять начинает подлагивать и не только или это у меня что ли все лагает как вариант как ты разгорячился то ребят походу будет нас немножко подлагивать так лекарственные травы я трогать не буду а вот это можно вот давайте вот это ммм отлично так извините что подлагивает реально надеюсь что у вас не сильно будет я не знаю почему она в последнее время подлагивает вот прям в этом эпизоде тем более ммм отлично ну я куплю вот эти вот они мне нравятся хорошая штука спасибо приходи если нужно будет что-то еще буду рад если скажете еще одну бочку чтобы ее взорвать ой вот реально под вот сейчас у меня ноутбук еще разогрелся очень сильно я не реально очень горячий можно конечно прерывать но я не хочу прерывать записи ток вот реально не хочется может конечно из того что я вот эту лару поставил посмотри что у меня есть на продажу спасибо а то у меня лагариют ммм не хочу вас задерживать будет самый больной эпизод так так давай спускайся вниз у меня у меня это это вывешивает тоже ребят меня вывешивает это не не вас одна не вас одних а я наверное этот эпизод буду записывать частями если так будет лагать дальше о так я лучше с пистолетом это еще не все бочки и спустя пару дней я сюда вернулся вы не даже заметите вы ее не заметили а если заметили молодцы я немножко отдохнула Tomb Raider слегка и чуть плюс-минус я уже более-менее адаптировался ну дал ей остыть ноутбуку остыть сейчас собираемся достижения и потом попробуем гробницы хотя бы поглянем на них то есть все будет в одном эпизоде ребят я решу что последний эпизод будет у нас все в одном потому что я сразу же запишу для вас эмм следующий Tomb Raider да у нас пойдет сразу несколько штук подряд и заодно вот эту штуку будем ломать на данный момент сейчас собираем вот эти перья плюс взорваем бочки по мере возможностей ну тут их много кстати висит в воздухе ничего не упустишь хочешь не хочешь а не пропустишь ничего это хорошо беги да собирай мне кстати нравится вот эта версия Лары хе-хе-хе-хе-хе вот смотрите вот это настоящая Лара Крофт не та плоскогрудая зараза вот реально я сторонник плоскогрудей но я но я признаю такую вещь что для Лары Крофт другого размера нельзя давать только истинный размер ее может быть у нее один размер может быть и никаких других и никаких других ну ладно убежали убежали я хотел бы немножко мяса взять сейчас посмотрим тут кстати тоже бочка есть так и там вдалеке где-то еще один бабух вот тут пройдусь по периметру посмотрю может быть сейчас найду еще что-то висящее в воздухе ну точнее на деревьях они все на деревьях висят скорее всего везде они так и будут находиться а нет не то а стоп а это просто растение он думал что если отпустил кабадов то могу его отпустить не надо испытывать желание не с кровь поохотиться особенно если это я ее управляю вот вот да вот последний так давай вот это вот нет ты давай добудь добудь Лара шкур 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 много не бывает так ладно идемте взрывать последнюю бочку и мы по сути здесь добудем все что было и надо будет там с вами потом отправиться в еще одну зону где точнее в городе во первых в городе нету то есть в Куакяку здесь мы все собрали тут только два достижения не выполнено как раз мы одно сейчас выполнили то есть сейчас уже два выполнено и одно осталось это с бочками бочку последнюю взорвем и считать можно гулять наслаждаться жизнью здесь считать что все выполнили так где последнее забавно смотрится загрузка лара крота как мило будет самый большой эпизод но опять же с другой стороны это же все лишь мелочный эпизод то есть здесь ты о это она нет не она ну да они загораются уже а в людских зонах лучше не зарывать эти бочки сейчас найдем последнюю где здесь еще одна должна быть я точно помню где-то еще одна должна быть вот тут мы все взорвали это я помню стоп а это на кусты регировал так ну-ка сканируй ты уже местность я пытаюсь ее заставить местность сканировать я эти бочки не вижу здесь должна быть еще одна пятая бочка вот наш мистер гулич посмотри что у меня есть на продажу если у тебя нет бочки которую можно взорвать то нет спасибо я ищу ту что можно взорвать ну приятно что она здесь стоит торгуют с нами за это респект уважение с лавой почет ладно обойдем еще раз здесь по перебеку здесь должна быть еще одна бочка мы не все взорвали четыре из пяти значит где-то должна быть еще одна причем даже я не понимаю где она посмотрю у входа вон там ну мало ли может туда мусор скидывают за одну бочку а что в форме вон нормально логичное поведение для большинство населений планеты земля так ладно пикарей уже напугал можно начать не реагировать вон там парочку бегает тут не валяется не такие милые свинки о о здрасте тут был целый проход от которого я не знаю о я же тебя сбил может получать а это ну ладно золота тоже лишь мне будет слушайте вот мне нравится вот эта вот резкость вот у этой модельки ах сразу считайте готовимся к следующей линейке этого бреда это станет таким плавным переходом от самой худшей версии том рейдер к ремейкам лучший том рейдер ну ладно золотая эпоха не лучше что интерпрет но все равно золотой эпохи тоже похожая моделька только чуть отточенная но суть такая же так где последняя пучка знаете многие вот советуют ты обрезай видео делай более короткими ну с одной стороны как бы в этом есть своя логика видео становится более динамичным но менее живым мне кажется мне кажется обрезать да не то что кажется а вот хочется оставлять вот именно весь контент вот последний бабах отлично здесь собрали теперь давайте проверим кубок яку полностью зачищены перфекто берите вот так здесь деревья косумель не найдено два тайника вопрос где вопрос где точно не по дороге сюда однозначно скорее всего где-то в этой местности либо вот здесь но тут я все прошерстел в свое время на эти тайники я наверное забью но на достижение я забить не могу сейчас мы с вами отправимся сюда тут у нас одно достижение отсутствует давайте посмотрим как оно называется так деревня косумель голоса мертвых это достижение выполнено перуанские джунгли взъерошенные перья вот называется оно да я пользуюсь до сих пор телефоном и так проще чтобы пройти это испытание вам придется потревожить четыре гнезда арабендол это такие крупные штуки которые висят на ветках деревьев примерно на одном уровне с лианами все гнезда можно найти неподалеку от лагеря обломки самолета так давайте искать базовый лагерь обломки самолет это прекрасно далеко тащиться не нужно и в данном случае я пользуюсь гайдом отчасти потому что вы видели как я там весь день все пролазал и никакого достижения там по мини не было а я каждое перо собирал поэтому мне любопытно что это за достижение такое которое я использую толком не могу мне нравится такой вид шикарно спутаться дай спутку и да ребят вы наверное сейчас поняли мою реакцию я сейчас сделал скриншот И кто сидит на стримах, в последнее время вы должны понимать, что меня самого бесит, что там этот звук затвора. Вот реально, я не могу его как убрать, я ищу способ. Нахрена они это добавили? Просили добавить, вот все стримеры этой платформы просили добавить мультистриминг. Они добавляют щелчок вам на скриншоты, чтобы вам всем бесило это дело. Вот реально, это бесит. Но проблема в другом. Я сегодня вырубил звук. У экшена, то есть чтобы никакого звука у дорожки не было. Вот звук остался, я не знаю, может быть, надеюсь, к вам не попал. Так, кстати, могу сейчас проверить. Есть! Среагировала! Ну, программа, я смотрю. То есть звук остался! Вот тебе и звучок. Держи звучок. То есть это получается сторонний вообще звук какой-то? Бесит. Ладно. Так, отправляемся тогда в базовый лагерь. Не будем беситься лишний раз. Лучше... Так, обломки самолета. Пещера в джунглях нет, не нужна. Вот сюда нам надо. Отправимся туда. Значит, четыре гнезда арпендол. Крупные круглые штуки, которые висят на ветках деревьев. Может быть, чисто гнезда позбивать, пострелять? Я тоже это вроде... А! Нет, вот если сбивать, этого я не мог делать. У меня еще лука на тот момент не было. У меня на тот момент еще лука не было. Лук я получил позже. Если это так, то это много чего. А нахрена тогда ставить это испытание там? В этом нет логики. Вот с цветочками логика была. Она лазала, собирала все. Собери столько цветов. То есть, ты понимаешь, что у тебя есть желание собрать. И получить навык. Поставили бы такой же навык туда. Кто будет возвращаться туда и гадать, что там было за испытание? Испытание должно быть наглядно понятно. Вот, к примеру, вот с этими вот крючками в Пайтите. Когда я прыгнул на одно, я понимал, что там может зацепиться и куда-то правиться. Но он сорвался. То есть, это такой своеобразный способ сказать, что здесь есть испытание. То есть, ты можешь, как исследователь, изучить зону, думая, что это куда-то тебя приведет. А по факту, это чисто испытание ты сорваешь. И ты начинаешь понимать, что здесь есть еще такие штуки. Крепежи для крюка. И ты начинаешь их искать. Вот в этом была бы логика. А здесь, к примеру, у тебя вот есть гнездо. Ты не можешь его сбить с ветки. Ну, потому что у тебя физически нет лука. Нет ничего, что ты можешь использовать. То есть, у тебя только нож. Все. Дайте способ тогда какой-нибудь. Ну, там, метание копья, скажем, хотя бы. Импровизированного. Лар, кстати, если что, копью метать может. Если вдруг кто не знает. Она это может. Опыт у нее есть. Так, ладно, давайте искать аропендольскую хрень. На что она вообще похожа? Наверное, вот эта. Нет. Не она. Пекарь, я вас не трогаю. Вы лучше скажите, где эта аропендольская хрень? Буду очень признателен. Или живы останетесь? Может, ты? Опыт дается, но это не она. Что может быть этой аропендолой? Это капибара. Шикарный человек. Шивет себе, не тужует. Это что ли? Вот это гнезда? Вот такие, что ли? Так, ладно. Это теперь многое, что объяснять. То есть, это подвешенные гнезда. И они все... Вот еще одно вижу. То есть, мне нужно гнезда вот эти сбить. Потревожить три гнезда аропендол. То есть, такие подвешенные гнезда. Это что-то наподобие... Гнездовий дятлов. Объясняю. Может быть, не у всех типов дятлов, но я знаю, что некоторые виды делают похожие висячие гнезда с закрытым входом. С большим входом. То есть, большевый вход и там внутренний карман. А над ним находится тайный еще один вход, куда уже залезать. Там яйца находятся. Для чего это делается? Это делается от защиты от хищников. В первую очередь от змей. Которые очень активно лазают по деревьям. Ну, есть такие. Идет же они не только в северном полушарии. Они и в тропивах тоже находятся. Нет места. Ничего не могу взять. Ну и ладно. У тебя все равно все собрано. Так, давай залезаем повыше. Так. Спасибо за информацию по охоте, но мне нужна только арабендола. Ищем свисающую хрень. Вот она. Отлично, пройдено. Ничего не могу взять. Так, здесь закончили. Все. Тут собрано. Ноу испытаньона. Так. Теперь здесь. Касумель. Кувак Яку. Испытание орла. Есть. Это вот тот самый храмшек, где мы были с вами недавно. Город-змея. Я так полагаю. А, нет. Это не город-змея. Это Ларабонд. Ну, тоже безумно. А, кстати, там нет ничего? Нет, там только один лагерь. Здесь тоже все чистенько, хорошо. Так, тут. Тоже все собрано. Хорошо. Ой, да, не так тонко. Я не привык, что тут все увеличение на триггерах находится. Прям очень неудобно. Так. То есть, получается, у нас с вами остался только тайный город. И там целых аж два испытания не выполнено. Давайте, во-первых, туда отправимся. Кстати, мне интересно, как она приоденется для той местности. Реально, очень любопытно. И можно ли там вообще одеть ее в классическую ларуку? Вот такую вот именно. Мне вот реально это очень интересно. Я думаю, можно. Я думаю, разработчики ставили такую возможность. Стоп. Дождь, а где? А, я не поправлю. Ну, конечно. Ну, конечно же. Вот мне нравится вот такой стиль лары. Немножко мультяш. И, кстати, если кто слышал о таком мультсериале по Ларри Крофт, Ларри Крофт, Ларри Крофт, сейчас скажу точно. Я даже делал... Стоп. Что это за... Не знаю, что это за проход такой. Ау! Все. Я не запошел. Ларри Крофт Ларри Крофт мультиверс. Это когда выпускали в разных стилистиках мультсериал по Ларри Крофт делали. В стиле аниме, в стиле классической буфонады даже был. Был даже в стиле робота-подростка Дженни Уэйкман. Реально, такой стиль был. Мне очень понравился. Хороший сериал. И сейчас один из авторов, который принимал тогда участие в этом проекте, полноценно сейчас у Нетфликса делает полноценный многосерийный сериал. Не знаю, когда он выйдет, но как только он выйдет, я буду его смотреть. И если он мне хорошо зайдет, я напишу рецензию. Я хочу вернуться к написанию рецензии, но мне сейчас мало что цепляет. Вот реально. Вот последним был Джон Уэйк. Он реально смог меня заставить снова взяться за перо. Вот заставил меня взяться за ну не перо, клавиатуру, но суть понятна. До этого золотая луковица именно из полнометражных фильмов. Из полнометражных фильмов. То есть заставить не золотая луковица, а стеклянная луковица. Хрустальная луковица. Очень хорошая прям. Люблю такие детективы, либо хорошие такие боевые шутеры в таком направлении. Очень интересно. Очень интересно. Так. Тайный город. Полет Кондора. Мы его сами сделали. Покой мертвых. Был. Это я помню. Прыжки в воду тоже был. Перемена погоды был. Получается округление до целых и морские кости. То есть что-то из этого не сделано. Хотя мокрые кости. Наверное, мокрые кости я не сделал. Сейчас посмотрим по названиям. Потому что здесь у меня сейчас миссия Святого Хуана. Поднять фляги. Фляги мы поднимали. Сокровища глубины и поколения. Сеноты. Там уже это было. То есть получается здесь осталось только два испытания и мы можем с вами заняться именно прохождением. Вот на крайней мере посмотрим на эти испытания. Здесь есть доп. уровень. В меню называется испытание гробниц. Я хочу на него глянуть. Отчасти потому что если там есть локация поместья Крофт я хочу его изучить. У меня есть карта в Майнкрафте старого поместья Крофт но я хочу ее не только доработать но и усовершенствовать. Ибо классическое поместье Крофт оно было показано в отдельных местах. Ну соединенное но все же в отдельных местах. Так подожди я хочу вернуть сделать хороший костюм. Я не устаю тут этот костюм. Здесь я хочу поставить другую лару. Да ладно нельзя что ли только вот это убожество Ладно давайте что-то болит это приемлемое Пока Пока Кука Пока Кука не знаю как бомж выглядит Алая охотница Бежевый но это мой стиль конечно я люблю бежевый цвет Туника лиса из гранника Костюм синчичику Боевой костюм синчичику Чешуя Капернатого змея Чешуя К Чешуя дракона Ну вот слушайте вот это красиво вот это красиво зеленый идет вот давайте вот этот оставим ей идет хоть так походит не знаю напоминали как будто сейчас персонаж из мартал комбата в такое время деяния так теперь давайте смотреть что у нас есть чего у нас не хватает нам нужны испытания так прыжки прыжки в воду округление до целых то есть сейчас идут именно пока я в этой локации здесь будут показаны эти испытания которые я делал прыжки в воду округление до целых полет кондора есть так значит полет кондора покой мертвых округление до целых и и пнуть и пнуть ногами чтобы свалить в воду повторите три раза испытания ясно ладно это пока лучше не трогаем это оставим потому что это та зона куда помните я там у нас только видел походной путь может туда не получалось так перемена погоды перемещаясь по тайному городу можно встретить в домах тотемы в виде фиолетовых лягушек вам нужно притянуть при помощи лука пять таких штук перемещаясь по пайтите можно встретить в домах тотемы в виде фиолетовых лягушек так вот это уже для нас фиолетовые лягушки в домах допустим вот первый дом тут есть золото но я никакой лягушки не вижу может в нижнем городе более нижней лице лягушки вообще обращать внимание вы меня видели я как геральт каждый дом облупал в свое время но вот примерно ни о чем никакой лягушки нет я каждый дом обследовал в свое время то есть была возможность везде оббегал везде все смотрел но так но это хранилище мейс наверное за дом не считается забавно как латиноамериканская культура причем как древних времен так и нынешние хорошо вживается в наш быт с вами реально очень хорошо то есть интернациональная культура сейчас на пике на подъеме а в то время все худшее из нашей культуры забывается хотя старики пытаются это худшее удержать это не арифматишка что ты сказал а хотя в принципе правильно ты сказал про эту заразу она такой является так это все еще хранилище то есть вот это не считается за дома да это за домик не считается а это тоже хранилище сухого древа так вот это уже больше похоже на дом кстати зато так определим что является жилым дома что не является жилым домом так ну это скорее мясная лавка кекаря разделывают значит прям как красота мастерски делают но это все же еще не дом это все еще не дом так а это это коптильня это походу какой-то производственный церк в большей степени я лам встречаю чаще кстати забавло что здесь нет достижения погладь каждую ламу я ведь каждую гладил но его здесь нет так опять зернохранилище у них тут походу домов вообще нет что ли либо у них тут так много местного производства что хрен поймешь так синяя кровь что-то новенькое но вот это вроде похоже на дом вроде но не точно ищем фиолетовую лягушку ее здесь нет так это мед центр а здесь и лук кстати не вытащишь так минуточку перемещаясь по тайному городу можно встретить домах тотемы в виде фиолетовых лягушек вам нужно притянуть при помощи лука 5 таких штук а я не могу в этом городе вытаскивать лук значит не в этом городе скорее всего в заброшенной деревне эти лягушки мне только сейчас дошло я не могу использовать лук вот в этом конкретном городе я не могу его здесь поменить никак нет тут есть места где я мог бы притянуть немного но это скорее исключение исправил точно она не здесь лягушка не здесь так она не здесь лягушка не тут как она тормозит прям медицинский госпитин боится беспокоить их ну правильно черную чему сейчас встревожит в общем нам нужно сейчас идти видимо в тот заброшенный город вот что что а там я мало на что обращал внимание кроме разве что ресурсное и все только на ресурс обращал внимание и все больше ни на что больше не ходите туда запомни держись подальше от джунглей не то нагваль тебя заметит да не заметит я этого нагваль вашего которого вы причем насильно нарядили деревянную оболочку уже отправил к парацам чтобы он больше вам не помогал с такой чушью бедная кошка реально жалко кто не видел эпизод посмотри это прям издевательство над животными куда зол защитники смотри я хочу прыгнуть ой затормозили в общем там все там говорю вам эта зона является частью тайного города это одна большая локация это одна большая локация поэтому нам внутри города не дадут использовать но вот снаружи эти лягушки вполне могут быть в старых домах давайте посмотрим вот я так полагаю это одна из них не уверен но вполне возможно что это одна из так так ну ты не здесь нет места ничего не могу взять но можно встретить домах тотемы в виде фиолетовых лягушек нам нужно притянуть при помощи лука пять таких штук пять тут домах все старые но я не могу использовать лук внутри города мне игра не дает лама не за тобой иду в этот раз успокойся собак собак еще сдохнула причем достижение должно быть его возможность выполнить должно быть очень легким в том плане что он должно быть доступным всегда это не может быть какое-то закрытое достижение только для конкретной зоны но я здесь не вижу ничего чтобы можно было бы зацепить и притянуть вижу сердца ламы но я не вижу ничего на что можно было я не вижу никаких тотемов так минутку ладно допустим видимо эпизод будет очень большой но он будет ладно давайте подумаем чисто технически вот локация тайный город вот вот это вот все локация тайный город это все одна большая локация где технически есть еще дома куда я могу зайти и пострелять при этом из лука но при этом не ладно давайте тогда мы сейчас сюда зайдем она сейчас переоденется но там без этого никак мы сейчас с вами скелетами займемся там нужно на трех скелетах повисеть и будем искать эту тайну погоду мне реально интересно теперь что это за лягушки такие фиолетовые потому что я ни одно такое не видел ну может конечно не обращал внимания потому что фиолетовые на темном входе с моим освещением у вас наверное четко видно потому что при записи у вас немножко расцветляется а у меня нет у меня насыщенный часть благодаря моим очечкам плюс у меня экран чуть темнее здесь а вот этот второй он очень яркий очень яркий кстати пока обгрузится хочу больше посмотреть иначе получается первый второй третий четвертый пятый шестой семь восьмой а получается через две с половиной недели если что я записываю в 21 числа то есть сегодня у нас еще раз идите к с вами удобно когда календарить спасибо еще раз про об этом хороший календарь мне нравится да и аккумулятор который они нам подарили тоже шикарная штука я с помощью дюпра телефон заряжаю он заряжает мой телефон лучше чем от сети напрямую как это бывает я не знаю но это работает мой телефон прекрасно полностью заряжается от аккумулятора лучше чем напрямую от сети это вот как называется скажите пожалуйста так ладно ну да она здесь переоделась нам нужно повисеть на трупах повисеть на трупах когда будем идти к камере унурату давайте смотреть где это так мокрые кости начните круговое восхождение по скалам камеры унурату от базового лагеря храм кукуйкана вот отсюда круговое восхождение по пути вам встретятся скелеты со скелетами что-то ниже нужно повиснуть на веревке и пнуть их ногами а подождите то есть это а теперь я начинаю кажется понимать так вроде как то есть здесь должно что-то висеть ну можно начинать за одну косточку там по круговой значит по круговой но проход уже открыт то есть выходит что есть какие-то достижения которые я сделать физически не способен да нет не может быть такого нет они технически не могут так сделать ну ладно давайте сейчас попробуем а вот какой-то скелет так вот какой-то скелет да вот все ясно то есть вот это надо то есть мне надо вот как-то вот так вот их рассматривать так ладно живы хорошо но это был первый внизу есть какой-то скелет вот вон там есть вот неудивительно что я их не нашел вот вот это неудивительно что я на них не относился но игра дает возможность обойти все это дает возможность обойти и это хорошо так где последний последний должен быть недалеко я не знаю где эти скелеты находятся вот говорю честно я не знаю я вот сейчас с вами чисто их посматриваю забавно я думал что это достижение будет для меня невозможным может вон там что-то есть так ну этот проход кунурату как она и сказала кунурату возможно выше сейчас будет даже посмотрим я тут сейчас гагеля но мало ли может есть что-то что-то цепиться может может какой-то скелетик но походу нет стоп а это пуст лебедка вот последний вижу 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 вот он сейчас покажу видите вот висит так удивительно что я тебя не заметил все можем уходить испытания пройдены они все сохраняются так давайте смотреть даже чисто подтверждение сейчас сделаем что испытание пройдено до 5 из 6 оп даже не что теперь кунурату лезь не хотелось этого делать придется видимо лезь а как я выберу что никак подождите а тут должен быть какой-то переходик а переходика нету так а я там могу как-то забраться технически наверное мог бы да голову сломаешь а ладно так и быть полезу тут пусть у них тут есть альтернативный мосток вот этот думаю может получится я бы здесь посмотрел бы на классическую лару так хочу попробовать ходить вот с прыжками раскачиваешься не надо лазать быстро удобный рабочий способ вот там дорожка как видите но я не уверен что она может туда забраться поэтому не хочу искушать судьбу давай 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 ой хватит наглядящей музыки мы уже проходили этот маршрут там нагнетение одно только слово вот забавно было бы если бы они сюда бы не знаю засунули что-нибудь дополнительное скажем помнить ягуар какой-нибудь все же я не понимаю где находятся эти лягушки то есть получается они в основном в городе ну-ка с костями разобрались перемена погоды перемещаясь по тайному городу можно встретить на домах тотемы в виде фиолетовых на домах не вы она ладно это мой косяк то есть я этого не видел на домах тотемы в виде фиолетовых лягушек вам нужно притянуть при помощи лука 5 таких штук на домах 5 стоп куда это я бегу на домах 5 лягушек точно не здесь здесь все старые дома и все поломаны есть у меня подозрение что вот тут но тут сведения пусто а вот тут кстати можем посмотреть да внутри исключительно городской зоны да вот только внутри городской зоны находится это испытание так в пещеру не надо давайте в дом нурату отдадим отправимся туда оттуда сразу выйти в город проще получается есть место нет там есть места где можно применять лук я уже говорил об этом но это скорее такие редкие исключения исправил то есть где нету людей на большом количестве кто не сможет нас спали вопрос где то есть получается на городской периферии на городской периферии перемещаясь по тайному городу можно встретить на домах тотемы в виде фиолетовых лягушек вам нужно притянуть при помощи лука пять таких штук тотемы фиолетовые лягушки пять таких штук на домах причем по тайному городу так во-первых давайте сменим на натурель вот давайте память обману так пять фиолетовых лягушек перемещаясь по городу на домах ну кстати вот это дом унурат тут есть какая-нибудь лягушка висящая и наблюдается что-то это тоже дом ну нет это хранилище Маиса стоп если это все производственные дома то это объясняется почему здесь ни хрена нет потому что это не считается создание стоп подожди а что тогда считается домом у них тут вот теперь начинается вопрос суровый что считать за дом в Пайтите вот это башня это точно не дома она может стоп она может так вот прицеливаться на взгляд но это только чисто прицел но это точно не дома это не считается за дома и она не может здесь лук использовать надо во-первых найти тогда место где она может применять лук так это что такое за местечко так стоп это конечно очень интересно но давайте пока вы путыл им наверх мне это не нравится подъем в сеноте а это испытание сенота там я тоже все сделал это немножко другой путь это да путь сенот там испытание тоже есть но не по нашу душу на домах так тайный город на домах тотемы в виде фиолетовых лягушек вам нужно принять притянуть при помощи лук 5 таких штук по тайному городу 5 таких может быть имеется ввиду верхний пойти так ладно давайте сейчас пройдем чуть дальше вглубь то есть здесь нижний тут производственный скорее всего сектор находится а мы поднимемся на самый верхний там где помните мы еще расследовали ты уже спрашивал ее он тебе отвечал сегодня мы с вами поднимемся наверх верхний дом а вот здешнего нижнего пойти посмотрим что здесь есть если тут есть какие-то лягушки хорошо вот к примеру вот это явно похоже на а этот был даже все заходил а они все однотипные что ли у меня нет татануло но не знаю с мастерей там переходный аппарат ну вот этот вот сейчас спаси мужик да это татануло я сказал у меня нет татануло вот вот нашел я не сразу это увидел но нашел значит отдать им место где я могу использовать лук вот требуется костюм стража змея отправьте из базового лагеря наденьте костюм стражу змея вот видите вот все мы нашли эту лягушку то есть получается только страж змеи может ну в принципе как сотрудник полиции местный да в этом есть так где лагерь у меня тут попали а вон там все нашли и для этого нужен еще костюм конкретно то есть еще испытание которое ты не можешь сразу сделать приятно что он сразу преливается меньше хлопот будет в общем одну жабу я нашел прекрасно осталось еще четыре ну или сколько там либо они на белых домах исключительно будут и тихо с и тихо и тихо и тихо и тихо тихо да то есть а подождите белое здание наличие мужиков то есть мне нужно искать что-то подвешенное в общем верхних домах возможно еще и верхнем пойти эти парочка найдется мы пока тут смотрим так вот ты тут стоишь значит наверно тут тоже что-то найдется не тут только вот серебряное колечко в общем именно у домов но мы хотим теперь за как-то фигня выглядит это уже хорошо не знаю что это значит но что-то интересное у меня реально интересные испытали ребят поэтому вот так но это только одно из тебя ребят большой а ну в принципе видимо судя еще не приехал да ну ладно логично понятное дело может вот здесь отбросить представляете забавно она все еще же она все еще жива о кстати а стерва я послушал такую хорошую озвучку истории зрения рассказываю мужик у имел бывшую которая решила его ограбить и забрала все да еще и засудила ну вы знаете большинство судов предпочитают будто женские там судья женщина или мужчина прочитать пизду чем сделать справедливо правильное решение ну и соответственно мужик казался крупных долгах за все этого дела но он очень умно все переверну в конце таким образом чтобы его бывшие попали попал а док под статью но и выпал своему моральную компенсацию правильно поступил это не мудачество если удачка поступила с тобой плохо то ты имеешь законное право поступить с ней точно так же не больше и не меньше так я нашел только одну фиолетовую жаба где еще причем-то подсветилась то есть мне надо стрелять в шесты с притяжением чтобы эти штуки сбивать они скорее всего только у белых зданий да белое здание это жилой дом все слишком много совпадений белое здание это жилой дом значит надо у всех белых зданий обходить и находить вот еще белое здание а мы у этого избивали мы у этого избивали то есть вот эти белые здания считаются за жилые дома так ли еще тогда белая вот еще одна белая у белых зданий очень интересно но я нихрена не понимать ваши хичкелеку здрасте похода видео а я тут бывал а я забыл что здесь есть такая система да я и забыл совершенно что здесь есть такой подход но это не отменяет того факта что я ищу белое здание с фиолетовой жабой и палкой какая тебе ведьма серьезно сказал на английском ведьма наверное еще в верхнем пойдите есть парочка таких давайте посмотрим ну вот смотрите белое здание я не нахожу более давайте в верхней пойдите отправимся там тоже полно же зданий и там тоже кстати ведь можно передвигаться по городу в этом костюме так что у этого есть смысл так чайку что ли заварить горячий горячий заварю сейчас чаечек тогда сахарком сделал вот раз вот в последнее время на сахар подсел опять ой не люблю я сладкоежка я сладкоежка но ничего не поделаю с этим пытаюсь себя как-то ограничить сахар когда пытаюсь ограничиться только хуже так но мы теперь знаем как выглядят жабы мы их сегодня соберем значит и сколько у нас у меня уже получается целый час а с учетом того что я уже заснял полтора часа максимум два часа но слишком большой ты забудешь разбивать что ли наверно разобью все таки тогда получается а я планировал свет объединить в один бывает что мне переключаешься ну-ка зеленый стабильный переключаться собралась груша у нас так можно поделиться менять сложность боя исследования головоломок в меню параметров так давайте смотреть это пока еще только город вход в верхний пойдите это вход вот это уже должны быть жилые дома давайте посматривать что можно использовать что нельзя да вроде нету по крайней мере я не наблюдаю немножко странно да кстати как третий до сих пор здесь лучше вроде уже изгнали и амару и всех остальных амару вообще на тот цвет отправили а третий все еще здесь наверное сложности в передачи власти полагаю законы представителей может отсутствует ну слушай получается тогда нам нужно а куда нам нужно тогда ну а тут еще бой это бойница скорее так понимаю понимаем какая тебе ведьма она ведьма даже не похож доллар конечно с красоткой но но ведьма ее не делает значит получается только в том городе только там значит отправляемся туда давайте думать где еще вот здесь мы проходили давайте тогда снизу вверх пройдемся и заберем все это дело да я хочу все это дело записать да я хочу все дело забрать по крайней мере это сказать выполни все достижения и живи и радуйся жизни я считаю это правильный подход по крайней мере мы точно запишем где эти все лягушки находятся и вдруг может кому будет полезно может кому будет полезно может я потом нарезку когда-нибудь решу сделать из этого шоу шортс нарезку 5 лягушек по лари кроуфт собери все 2 нашли 3 осталось то есть это должно быть белое здание минимум либо жилое здание и там должен быть факел который и притягивается веревку выстреливается и можно потянуть только не понимаю нахрен или это такой символ кукулькана... розовая жаба хихихихи хихихэхерхль 아주 хорошие кого это голубой осел а кого это розовый слон а тут розовая жаба cuss csidsidsidsidsidsidsidsidsidsids oops� м у меня рисок о господа взяли у меня Я за сло, я за слона, а я за фиолетовую жабу. Ну такой нету в кандидатуре. Скоро будет. Ну ладно. Так. Получается только в этом, в этой части города. Надо выискивать эти факела. Возможно они на всех домах находятся. То есть здесь может быть любое здание считаться за дом. А я воспринимаю чисто визуально, что-то одно задумано. Остальное не смотрю на это даже. Давайте вверх. Вверх бы нам осмотреть бы сейчас. Ну вот есть тут строения, есть тут дома. Не поймешь только жилые они или нет. Потому что не у каждого дома я здесь вообще наблюдаю хоть что-то подобное. И Лара не может применять лук везде. Технически не может, ей не дает игра. Значит, надо выискивать конкретные места вот именно с этими точками прицела. Только тогда она лук достанет. Но в других местах ей категорически игра воспрещает что-либо вообще доставать. И вот приходится вот так вот всматриваться. Может вдалеке что покажется. Но мы две нашли жабы. Две из трех. Это уже хороший результат. То есть мы нашли одну, вторую тоже заприметили и все хорошо. Да, о мой бош. О мой бош. А ладно, вроде бы пойтийцы говорят на английском как профессиональные. Пусть они этим всю жизнь промышляют. Ну вот здесь походу тоже жилые дома. Вот здесь мальчишка сидит, значит скорее всего жилой дом. Ну, наверное не у всех домов. Жалко, что мне нет карпы скриншотами. Я бы быстрее сориентировался бы. А так приходится их буквально выискивать. С другой стороны это честно. Тебе сказали наводку, давай делай по наводке. Где-то прогуливаясь по городу, ты можешь увидеть такую-такую-то висящую лягушку. И ты должен умудриться ее правильно найти, подстрелить. И тогда возможно ты закончишь достижение. В принципе в этом логика есть. Тебе дали наводку, а дальше делай уже сам как хочешь. Не поспоришь. С таким вот, если так подходить к вопросу. То есть всё, что нужно ларит, подсветит. вопрос том где лягушка я лягушка я спрашиваю лягушки нет вы держитесь это не должны быть получается в раках одной этой большой области да это большая область но она ограничена масштабом города плюс-минус и должна быть возможность ее увидеть взять на прицел подцепить и сбить причем притянуть и самое хорошее описание это на домах то есть лягушка именно будет на зданиях не в не внутри а именно на них а значит можно уже скипнуть внутреннее пространство только на внешне здание как мы сейчас рядом с той которую уже сбивали она нет нет ни она так вот это жилое здание на всех за счет внутри произнес потому что это слишком большое я получается по кругу иду давайте вниз туда спустимся может там что-то найдется о нашлась одна то есть и на обычных домах вот такого типа есть это расширяет то есть круг поисков я думал только чисто на белых будет белый домик притеснение других домов но по крайней мере принцип что на домах они в домах это сейчас сохраняется это уже успокаивает на они вы это уже хорошо вот так посмотрю глядишь что-то может и замечу спокойно твоя ловушка мальчонка оказалась слабенькой но глядишь вырастешь научиться делать более то есть он удивился что она уцелела от падение с такой высоты на эти копья но его удивление можно понять лару на живучие пусть не бросать занятия глядишь научиться так отчет сверху верфь навряд ли читается за дома но проверить стоило было так то есть на нижних зданиях тоже есть обычный каменная брусчатка тоже имеет право на наличие статуса дома о вижу так отлично последняя осталась где она может быть вот то есть даже чисто между домами тонкими мелкими улочками что-то может быть серьезно на кем-то где такие ладно испытания пройдены здесь мы закончили прекрасно тушь тогда получается можем во первых это сохранить давайте спасом сколько у нас 99 процентов за исключением вот этих двух сух пайков которые я не нашел теперь давайте в главное меню и посмотрим что это за испытание я все-таки наверное сделаю вот такой один крупный эпизод большой я вот реально если вы это замутаете значит это такой эпизод вышел если же вы вдруг не увидите этого сейчас впереди значит там видимо было очень много всего поглядим ой хорош черный чай вот это можно кстати закрывать теперь нет принципе у нас сейчас в этом пизу еще с глянем по крайней мере глянем начало если там реально что-то серьезные мощные что-то не может заинтересовать я конечно наверное когда выделим отдельный эпизод если нет просто я посажу что это себя представляет хотя бы одну так вот гробница испытаний кузнеца судьбы войдите в залитую кузнецу падших богов и раскройте тайны кувакьяку путь хуракана сразитесь с ветрями хуракана чтобы пройти опасный путь императоры синчи чику и вернуть его сокровища в пойти те вой богов ревунов перестройте диссонирующий инструмент чтобы достичь гармонии с природой пройдите путь праведных и стать первой среди посвященных шестая печать испытание убийцы пройдите испытание с которым не справился никто и заслужите право бросить вызов богу лакомство для зипак мы пробудите алчащего зипак ву и продолжите конец и положите конец его жажде мести ну и мать покровительница которая была ребят вы поняли это все испытания которые я и так проходил советы томбрейдер временно недоступны возродите и шкик возродите и шкик и раскройте вековую тайну ну а гробницы основной игры взгляд в общем это все то что я и так уже проходил это гробницы это буквально гробницы какие-то топ задания что ж значит это и хорошо вот она пока сидит ребят надеюсь что вам понравилось сегодняшнее прохождение надеюсь что вам было весело с нами на шедов томбрейдер и в предыдущих частях посвященную ларикрофт ссылки которые все вы найдете в описании ну а завтра и да 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 я не оговариваюсь завтра во вторник уже будет другая лара крофт ремейкнутая мы продолжаем прохождение по ларикрофт и я не буду делать перерывов ну а с вами был вескер амбрелла технологии до скорой встречи всем пока удачи увидимся присоединяйтесь к нам вперед на встреч приключения удачи